Приятный ароматный запах хлеба. Как в сказке запах хлеба. Нажимаете с правой стороны на галочку и будет рецепт под видео. Итак, хлебушек у нас уже остыл. Тряпочки я сняла, полотенчик, который накрывала. Теперь я хочу разрезать и показать, какой он внутри. С чесночком хлебушек. И здесь тмин сверху. Он осыпался. Сейчас мы с вами поставим. И будем резать новый нож, который купила в фикс прайсе. Вот так. Смотрите, какой мягкий. Смотрите, вот он, чесночок. Видите? Чесночок. Ой, а запах? Запах чеснока. Запах чеснока. Необыкновенный хлебушек. Всем приятного аппетита. И мне тоже. Готовьте с удовольствием. Пеките хлеб. Смотрите, хлебушек. Разве такое можно купить в магазине? Это же объедение. Хлебушек. Необыкновенный. Спасибо всем. Посещайте. Я буду рада, что вы посещаете мой канал. Я с вами Марина. Хлеб с чесноком. Здравствуйте, дорогие подписчики моего канала. У нас сегодня мороз. Был где-то около 23 градусов. 25 ночью. Сейчас у нас уже 15. С утра было 17, 18, 19. Это Тульская область. А я не хочу идти в магазин. И я давно уже пеку свой хлеб, как вы знаете. Итак, сегодня я замесила темный хлеб ржаной на дрожжах. И сейчас я также для того, чтобы улучшить, как говорится, вспомнить те запахи, которые были у нас с детства. Раньше мы кусочек хлеба, горбушечку и с чесноком мазали. Я же сделала другой вариант. Я просто-напросто взяла чеснок, пропустила 4 дольки чеснока. Через чесночницу, видите, здесь даже чеснок есть у меня, измельчила и все положила на пласте тесто. Теперь я заворачиваю ее, вот так тесто, будем завернем. Вот так. Ой, запах будет. Я уже делала не один раз так чесноком. Вы знаете, какой запах необыкновенный. И вот так формируем этот хлебушек. Использую из фикс прайса эту. Сейчас я возьму бумагу для выпечки, которую уже несколько раз использовала. И смажу просто маслом. Хотя она очень хорошая, эта бумага. К ней ничего не прилипает. Специально брала такую бумагу. Силиконом обработанную. Силиконовые обработанные. Силиконовые обработанные. И помещаем сюда этот хлебушек. Будущее тесто. Сейчас это. Вот так. Формируем дальше. Берем форму. У меня для курей. Курятница или утятница. Ей уже много лет. Вот такая. И теперь смазываем мы яичком. Здесь желток и белок. Я не размешиваю. Можно желтком, можно белком. Но у меня что останется, я его с хлебушком после съем. Потому что люблю свежие яйца. С хлебом. И поэтому я его вот так оставляю. А перед этим я взяла тмин. Вот такой. В пачке у меня давно лежит. Сейчас я смажу и посыплю тмином. Здесь у меня 600 грамм муки. Из них 200 грамм пшеничная высшего сорта. И 200 грамм второго сорта муки. И 200 грамм ржаная мука. 600 грамм. Вот так смазали. Теперь я посыпаю тмином. Делала на сырых дрожжах брикетики. Я использую их. Ой, запах тмина. Чеснока и тмина. Вы представляете, какой запах у меня будет? Необыкновенный. Вот так. Кто не любит тмин, можете посыпать другими. Пряными травами, душистыми, семенами. Я люблю. Обожаю все пряности. Делала на воде. Вода где-то около 320-300 миллилитров. Не больше. Ставим на расстойку. На вторую. Первую расстойку я уже произвела. Вы видели. Это была у меня уже раскатка и добавление всех этих специй. В первой расстойке это я не делаю. Просто поднимается тесто. Потом я его уже закручиваю, как я показала. И добавляю всякие специи. Ждем, пока поднимется. Потом мы на духовке ставим около 150 градусов. И печется около часа. Примерно. Накрываем вот такой тряпочкой. Чистенько. Постоянно накрываю этой тряпочкой хлеб. Вот так делаю. Можно марлей. Чем угодно. Еще сверху вот такой плотинчик. И он стоит до остывания. Остынет. Потом мы с вами его разрежем. И я покажу, какой он есть. Жаль, что не передам запаха, какой по всей квартире. От свежеиспеченного хлеба. Поэтому всем рекомендую и буду рекомендовать. Пеките свой хлеб. Вы знаете, что вы туда уже положили. Какие ингредиенты вы туда положили. Именно, что ваш хлеб лучше, чем магазинный. Говорила и буду говорить. Да, может быть это занимает порядка времени. Но хлеб это свой, не магазинный. И, во-первых, с 27 числа будет подражание хлеба. Некоторых хлеба, булочных изделий, хлеба, это один пока хлебокомбинат у нас по Тульской области уже дал магазинам объявление, что 27 числа будет подражание на 7%. На 7% подражание хлеба.